Рад тебя видеть. Давно, как говорится, не виделись. Здравствуйте, Михаил Ильич. Несмотря на то, что ты делал фильм «Ключ к мечте», и там любой желающий, особенно новичок, который не видел «Ключ к мечте», замечательный такой фильм про метод ключ, историю его развития, создания, он стоит у нас как презентация на канале «Метод Ключка Сайрива» в YouTube здесь. Можно сразу посмотреть, там, пять минут. А это как раз наш Фёдор Макаров. А, Федя, как у тебя дела? Спасибо, Хосем Ильич, от презентации на сайте. Стоять тоже на первой странице, на сайте Хосарива. Делаю хорошо, вот сегодня пережил такой experience, интересный. Если хотите, расскажу вам. И с вашей помощью решили, так сказать, вот эти вопросы. Давай, конечно же скажи. Вот дали мне направление на МРТ. Кто знает, это не очень приятная, малоприятная процедура, когда тебя загоняют, укладывают в такой пенал узкий, ну, как гроб прямо, такой пластиковый, из белого пластика, вот, и начинают бомбардировку всякими неприятными, чтобы проверить состояние нейронных связей, насколько я понимаю. Я себе еще до этого дал установку, когда туда собирался, что думать о чем думается, ну, как учат классики, больше стресса, больше сил. Ну, наша классика, да, ключевая. Да, ну и так далее. Но когда вот ты очутился, и руки вот так пошла, правда, дали такую, мне врач дал, ну, что-то типа... Беспокойственно нажать на кнопку, чтобы... Да, такую грушу, да, в виде клизма. Такая зона, где ты двигаться не должен, потому что фиксация головы... Да, точно. Фиксировали, да, голову, да? Да. Но поскольку вот еще и состояние погоды такое, то минус 20, сейчас к нулю дело идет, и такое состояние, такое было нервное волнение. Ну, это как перед полетом в самолете, это то же самое, такое нервное напряжение у многих людей. А ты вот как раз-таки на МРТ. Да, можно сравнить с полетом в самолете. И вот когда ты уже оказываешься, и ты не можешь пошевелить, руки там внизу, и вот у тебя перед носом буквально вот этот экран, такой матовый, и все это начинается. Я перед этим спросил у врача, сколько это продолжается. Он говорит, минут 25. И тут как понеслось, все эти звуки такие бам-бам-бам-бам, пиу-пиу-пиу, тынц-тынц-тынц, ба-бах, ба-бах, ба-бах. Господи, неужели 25 минут вот так вот выдержать? Сначала прям паника такая вот в самом начале, и хочется куда-то вырваться. Я думал, даже прям было такое побуждение нажать эту вот, как она называется, клаксон, грушу, чтобы выйти оттуда. Потом думаю, ладно, так успокойся, думай о чем думать. И я вспомнил ваше упражнение «Параллельные глаза». И начал смотреть там экран, вот прям буквально перед глазами, я прочертил параллельные точки и глазами смотрел в эти точки. Благодаря этому, или может быть еще дальше, я начал менять, как это, не парадигма, а как вы бы это называете основной, когда стресс? А, стал по формуле, когда мы делали перезагрузку, чтобы решение к стрессу выработать, мы когда на безмятежность, на ноле стрессы выходили, мы там делали перезагрузку, формировали мечтание о том, что чем больше стресса, тем больше сил. И что стресс нам помогает решать наши другие вопросы тоже успешнее. Вот это, да? Ну да, я, в общем, я решил, ну, мне кажется, как-то так подспудно произошло, что я вот чувствую, вот это доминанта жутко отрицательное. И меня может завести вот... Плюс, да, я решил поменять. И думаю, надо вспомнить что-то приятное. Может, из детства что-нибудь, или еще что-то. И когда пошел вот этот тынц-тынц-тынц-тынц, я думаю, с чем у меня это ассоциируется? Ну, может быть, дискотека. Представь себе, что это какой-то ночной клуб, какой-то танцпол, какие-то красивые люди танцуют, там, девушки, там, мальчики, бар светится неоновыми огнями. Уже вроде получше. Ну, хотя там, это, конечно, сложно было назвать музыкой, вот эти звуки. Потом они раз переключились в другом режиме, какие-то пошли звуки. Я думаю, а это с чем может ассоциироваться? Это море. Думаю, проплывает пароход. Я купаюсь в море, плаву. Где-то вдалеке проходит пароход. Это гудит. Так, хорошо. Следующие звуки пошли. Я уже закрыл глаза, уже успокоился. Раньше было прям страшно закрыть глаза, потому что унесет куда-нибудь не туда, куда надо. Но тут я уже успокоился, закрыл глаза. И тут, когда пошли там какие-то звуки, такие космического планки, пил, пил, пил. Я думаю, а это уже межгалактический полет. Я в кабине, значит, корабля, лежу, и корабль, значит, мчится там через галактику. И так мне понравилось. Мне кажется, я вошел в транс. Вот не знаю, как вы это объясните, назовете. И у меня как-то время незаметно прошло. И я уже чувствую, меня мужик этот вытаскивает обратно. У меня даже было какое-то разочарование, что это так быстро кончилось. Сначала была паника, что 25 минут. А потом как-то очень быстро все это кончилось. Все, спасибо, до свидания, я вышел. То есть ты искал ассоциацию в жизни, когда вот это событие чем-то напоминало тебе с каким-то приятным происходящим событием, да? Ассоциацию искал, чтобы минусовые действия ассоциировались с каким-то позитивным. Ну и самое позитивное какое было, ты вспомнил? Ну, я люблю море. Я очень люблю море. И мне казалось, что это самое позитивное. Но вот в конце, уже на заключительном этапе, когда вот этот космический полет, и я представил, вот там эта вселенная, космос, там просто был кайф. Ну понятно. Несмотря на то, что вот эти вот, они все-таки раздражающие, эти звуки, я как-то от них отключился. Долбят, конечно, бомбардиры. Я несколько раз проходил, это ужас. Не для суммания? И на один раз я не смог удержаться. То есть я нажал на эту кнопку. Ну, у меня же оперировали шею, мне как раз-таки перед этим делали несколько раз сканирование. И после этого делали, через полгода. И один из разов я не смог выдержать такой страх, потому что мне сказали, ни в коем случае не шевелить головой. И мне сказали, держи подбородок так. И там закрепление, что я закрепил. И дали эту кнопку. И я уже чувствую, что я уже не могу, потому что мне неудобно, у меня свежая проблема. И я хотел, и потом терпел, терпел. Потом нажал на кнопку. И да, и когда он подошел ко мне, я ему сказал, давайте еще раз. Я уже настроился. И через несколько минут опять туда влез. тут же, на этой же ситуации, в тот же день, опять туда влез, но уже настроившись. Потому что я уже как бы знал, что там будет мучительно. И уже настроился к этому. Это важный тоже момент. То есть получилось вот, первая часть получилась, когда я не выдержал, разминочная. А вторая часть получилась уже реально испытательная. То есть, ну, у меня так, то это чисто вот из-за того, что шея. Ну, у меня и тревожность высокая. Я с детства, когда не досыпал, у меня и мушки перед глазами были. Ну, проблема, видимо, это травма была какая-то родовая или еще что-то подобное. Сейчас трудно сказать. Ну, вообще, чтобы снять страх, тревогу и в томографии, и перед операцией, и перед стоматологом, и перед экзаменом, всегда можно этот метод использовать, как ты сейчас рассказывал. Во-первых, я хочу сказать, то, что мы пишем всегда в наших книжках, что любой стресс может быть стресс-трамплином для лучшего решения всех своих проблем. Их надо просто помнить. Вот. Но ты очень достойна. Ты как почетный участник нашей школы. Спасибо вам, Касан Грометович, за такую методику прекрасную. И творчески ты подошел к этому вопросу. Это да. Ты не просто боролся со стрессом. Я полностью расслабился. Может быть, сыграло роль, что я не доспал еще тоже чуть-чуть. И у меня так немножко такое сонное состояние было. Но я, конечно, не сопротивлялся. Я понял, что не имеет смысла бороться, что это только хуже будет. И полностью опустили ситуацию. Значит, человеку надо перед испытанием такого рода, или перед самолетом, или перед экзаменом, или перед ответственной командировкой, перед выступлением, надо всегда помнить несколько вещей. Первое. Что любое испытание делает нас сильнее и мудрее. Все зависит от нашего отношения к этому. Готовясь к испытанию, надо, во-первых, можно было тебе до томографии прокачать предстоящий страх на фоне колебательного процесса. У нас одна дама летела в Нью-Йорк. Я еще расскажу об этом. Это очень важно, потому что кто-то этого ролика не видел. Она в Нью-Йорке, ей надо было 10 часов лететь. И она ужасно боится самолет. И она прокачала стресс. То есть, как это? Она стояла в аэропорту. Ей лететь. Ее трясет. В это время она увидит, стоят два евдея, и то читают, и головой качают. И она засмотрелась, и внутри себя воспроизводила как-то непроизводно этот процесс. И потом она ко мне обратилась с вопросом, а что со мной было? Я говорю, хочу понять. Вы как-то специалисты объясните. Я говорю, летела 10 часов. Как в раю. Так, говорит, было приятно. Потому что она прокачала стресс до того. То есть, она переживала о предстоящем событии, неприятном для себя, на фоне повторяемого движения. То есть, соединила колебания с переживаниями, думая о том. Так вот оно как. Оказывается, если переживания соединить с колебаниями, то экзамен, полет, или эта же труба вот этого томографа, все может быстрее, эффективнее быть преодолено, и быстрее найти те ассоциации приятные, которые негативную доминанту превращают в позитивную. Да. Да, ну вот это вот, видишь, мы с вами поговорили, Паша. Я думаю, миллионы людей нуждаются сегодня в этой антистрессовой психологической подготовке к любым ситуациям. Да. Особенно сейчас. Ну, то даже выступление сейчас, вот как мы сейчас записываем ролик, нам тоже надо, мы же всегда проигрываем в голове, как мы будем говорить, что будем говорить, на что нас строится, что не забыть. А вот если мы переживаем на эту тему, делая одновременно колебательные движения, мы на самом деле инстинктивно и так делаем, нервная дрожь это и есть вот это вот. Мы на самом деле, а если мы перед этим действием сделаем вот эти колебания, настраиваясь на встречу, важно. Например, у нас есть те же самые колебания не в виде волны, например, вот такой или вот такой. У нас есть в виде шалтай-болтая или лыжника. То есть надо подбирать себе то, что подходит, то, что сверху. Спасибо тебе, Петр. Вам спасибо, Хосян Николаевич. Может быть, мы даже наших зрителей и участников школы объявим, пусть они тоже делятся своими историями. Мы сейчас как раз на сайте готовим новую страницу советы, ключ советы. И от школьников, и, конечно, от Хосяя Алиева, прежде всего я от школьников, участников школы. Ваш жизненный опыт, ваши советы. Ты имеешь в виду сайт Хосайру? Хосайру, да. Какие страницы там ты рекомендуешь еще посмотреть? Сейчас она в работе, рабочая страница, будет ключевые советы. И туда мы опубликуем самые интересные советы, то, что люди советуют. Очень хорошо. А там у нас, по-моему, есть еще книга достижений. Есть. Ключи рекорды, да. Есть. Называется это. Ключи рекорды. А, ключи рекорды. Поним. Поним. Да. Там прямо уж совсем такие рекорды. Да, завтра. Нет, ну, кстати, Горож, конечно, да. Да, ну, вот там штурм глубины, когда у нас без рук, без ног товарищ сделал штурм глубины, без акваланга рекорд мира поставил. Он и с парашютом тоже. Да, Дмитрий, да. Но вопрос в том, что в томограф посетить и также прорежать порой бывает не легче. Потому что я по себе был вот с этой проблемой перед операцией. Ну, я помню, что я вот один раз не выезжал. Несмотря на то, что знал теорию. Вот настолько бывает там тяжело. Ну, меня действительно там сильно закрепили физически. Спасибо тебе, Фёдор. Спасибо вам, Казахстан Ильич. Наш канал любит, знаешь, почему? Потому что мы никогда не говорим не так, как есть. Мы всегда говорим, как есть. Всегда говорим правду. Правду, да. Никого не блокируем, когда нам критику пишут. Пишите, друзья, критику. Да, но конструктивную. Да. И пишите, пожалуйста, вопросы. Мы никогда вот за столько лет у нас в школе Чехборщик, хомофутурус, никого не блокируем. Только там матерщинников. Ну, это вы понимаете. Потому что это создаёт дискомфорт для всех. Спасибо ещё раз. Хорошо. До свидания. И на телеграм-канал подписывайтесь. Пожалуйста. До встречи.